здорово уважаемые выслеживание как много вопросов и так мало ответов погнали разбираться кратко о сути активность предлагает нам отправиться в открытый мир и стать настоящим охотником на чудовищ как в одиночку так и в составе группы выглядит как отличное приключение для авантюриста конце ролика вас ждет настоящая битва актеров с былой легендой альбиона зэдэнчиком а теперь авансом липи свой царский лайк и подписку если ты еще этого не сделал автор старался отвечаю розыгрыш прямо в комментариях а чтобы не быть одиноким своих приключениях предлагаю вам вступить гильдию white roses ребята обосновались на вновь открытом европейском сервере и ведут активный набор участников если ты активный игрок у тебя есть дискорд и ты искал кампанию для приключений во все возможно пвп и пве контенте то милости прошу ссылочка на дискорд гильдии в описании чтобы начать выслеживание нужно разблокировать умение начинающий следопыт на доске достижений цена вопроса всего 1000 опыта с монстров делается автоматически уже на старте игры если вы не пацифист умение позволяет вам пользоваться инструментами следопыта 3 уровня инструменты можно скрафтить самому у мастера инструментов или купить на местном аукционе их уже изготовили с избытком так быстрее есть прогресс прокачки удобно наблюдать в отдельном узле на доске достижений на данный момент в игре представлены восемь типов существ для охоты все они доступны для охоты в маленьких группах от 1 до 3 игроков так и для больших групп 4 до 8 игроков достаточно пойти найти и выбрать нужные следы так начать охоту отправляемся в красные и черные зоны только там доступно следопытство и нигде более используем инструменты следопыта важно носить их с собой всем участникам группы если вы хотите получать опыт следопыта используем из рюкзака или горячей клавишей ю на карте будет показана проверенная область и наличие активных следов для начала охоты помним что инструменты определенного тира позволяют искать всех существ меньшего тира равного и лишь на один тир выше так инструменты третьего тира позволяют найти существо четвертого наши целью поначалу будут пантеры медведи йорны и редкие стражи все они представлены четвертого тира и подходят для поиска далее отправляемся к выбранному следу и активируем его и охота началась важно у следопытство прокачивается ношение что позволяет носить инструменты тиром выше следовательно охотиться на существ тиром выше так и мастерство по каждому отдельному существу прокачка всего этого увеличивает шанс быстрее выследить существо и эффективность охоты улучшает лут и дает дополнительный опыт именно поэтому важно если вы охотитесь не один чтобы охоту начинал человек с максимальным уровнем прокачки из всей группы так на охоту будут влиять его мастерки далее читать следы вы можете вместе но запустить квест на охоту должен именно он после исследования следа запустится квест и понеслась выдвигаемся в зону поиска и тут всего два варианта вас ждут следы не повезло снова читаем и направляемся дальше важный момент иногда система ставится стражников на следы и иногда эти стражники бывают очень вкусные и соответствуют тиру локации пока вы с ними не справитесь следы прочитать не дадут второй вариант вы нашли босса начинается бой каждое существо обладает своими навыками и способностями нужно немного привыкнуть поначалу будет душно боссы в большом групповом выслеживании обладают более усиленными вариациями скиллов и там бывает намного жарче важно если на подходе к боссу зона вокруг него станет огромным кругом выходящим за радиус экрана значит босс будет драться достаточно долго и не станет быстро убегать можно даже постараться расправиться с ним за один заход если круг маленький то как бы вы ни старались через короткое время или после потери пары тройки сосисок здоровья он убежит и все по новой бежим в новую область и там как повезет снова бой или следы важно если рядом будет огромное скопление игроков существо почувствует духоту и просто сбежит на новое место также если вы начали бой и вам помешали существо со временем само сбежит через несколько минут это хорошее нововведение если вам мешают и не дают его забрать а подставляться вы не хотите ибо во время охоты вы являетесь сладенькой целью расправившись существом вас ждет награда кусочки для крафта оружия и эликсиров останки для улучшения эликсиров и даже артефакты для более мощных и могущественных пушек из новой ветки оружия оборотней в игре представлены существа четвертого тира это пантеры хьорн медведь пятый уровень это оборотень шестой черт седьмой голем и 8 птица рассвета еще есть неизвестные следы при изучении которых система случайно создаст вам на выбор три следа при активации которых вы уже сразу получите опыт выбранного существа так можно обузить просто брать следы существа которого вам не нравится и быстренько запускать квест получить опыт и просто отменить получается арбуз и у всех этих тиров есть аналог каждого тира это редкий страж с наградой с него будут кошели серебром руны хлам и лут с черного рынка и даже вкусненькие штучки для крафта смерта коня и яра когтя сам не выбивал но знаю тех кому повезло редкий страж это аналогия одиночного подземелья где вместо финального сундука выступает моб убьете откроете и залутаете у редких стражи пока есть две разновидности существ разрабы обещали добавить еще это дочь земли и собиратель душ отличаются они скиллами аналогично к ним надо просто привыкнуть по самому шаблону механиком обратите внимание на нарезки на заднем плане там хорошо и понятно видно что происходит но я кратенько пробегусь антера постоянно прыгает атакует рывками вперед чем подбрасывает после прыжка оставляет лужи немоты и призывает два теневых клона покусывают они сильно медведь вечно куда-то бежит орет пугает топает все трещит и разлетается но достаточно палку давать и все будет хорошо кьерн создает зоны с корешками сажает исцеляющая семечка и кидает саженец который растет если его не убить умеет закапываться и становиться неуязвимом поначалу кажется самым душным оборотень царапает вы кровоточите пугает воем раскидывает лужи крови и тут варианта 2 поднять ее и тогда он звереет и разматывает вам хлебала или забить тогда поднимет сам и исцелиться достаточно сильно черт лужи лавы шары лавы блинк со взрывом арт обстрел прямо по вам после гибели взрывается будьте внимательны голем топает кидает камни призывает камушка который после гибели распадается еще на две маленькие гальки птица рассвета бьет лучом летает оставляя столбы света за собой делает и 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 кидает санстрайком и призывает сферу света если ее не уничтожить после активации птица станет неуязвимой и начнет испепелять вас лучом осуждения дочь земли кидает камни топает бьет об землю и призывает камушков на помощь если отходить от босса далеко кастует каменную глыбу собиратель душ бьет по земле вечно пихается разливает лужи и создает луч которым наносит урон и исцеляет сам себя если не сбить или не закрыться охота в большой группе открывает боссом новую способность черт например начинает кидать огненный шар вокруг себя а собиратель душ кидает гибельные лучи в случайного участника группы охота немногим сложнее но это шаблон надо просто привыкнуть у меня есть универсальная сборка для охоты которую использую я это через шлем солдата мантию клирика сапогами по ситуации это может быть и кожа могут быть и сандали на манну если билде есть потребности в огромном потреблении манны ну а оружие само по себе сюда заходит почему так потому что мантия клирика позволяет маунтапаться и отходить если становится слишком жарко а шлемом солдаты мы можем закрывать направленные способности боссов там где мы этого не успеваем сделать и просто выбежать в остальном босс очень хорошо убиваются друидами боевыми топорами огненными магами и даже одноручная курса справляется с ними очень даже быстро надеюсь помог разобраться во многом и дать понять впереди вас ждет настоящая геройская битва хорошего просмотра давай дэн покажи свой мастер-класс почему она же вниз показывала он показывал вниз показывал вниз показывал вниз змею загорел слышали он женщину загорел да ёк твою налево сейчас в речку и воду просто воду такая и пузыри одни таки у нас манны проблемы поехали давай помогай жизни каждого мужчины наступает момент когда он сейчас погибает давай давай дэнтэ в соло го в соло я просто посмотрю я понял я помогу я помогу сейчас я помогу адекватность макса в этом случае саму целиться сам целиться это залить я там клавиатура то это вот ты почекать карту не можешь нормально на усложнение это на усложнение пошло о басочки а там вообще собрался друг другую локацию я займусь мужиками давай 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 я тут сам он сын и зашла я то почему позже дэн дэн там лучше лучше спепеление идет меня я Баб, ты не умрулся, ты не умрулёшь, я часы не умрулёшь Дэн, ты обречался мамами за нет, почему меня дед бьёт У меня нет кулдауна! Боже! Получил? Шлема нету Лягушка Лягушек Лягушка Еще лягушка Две лягушки В змею! Дэн, в змею на ешке улетел! Может, я сейчас откажешь что-нибудь с носа, я уже слышал Просто Дэн, я ешке в змею улетел О боже!